Всем привет! Совместно с интернет-магазином Comday.ru хочу представить вам компьютер на супер-современной платформе. Приобретая такой компьютер, вам еще долго не придется думать об апгрейде и обновлении системы. Данная система была полностью сконфигурирована мной персонально для клиента. В качестве основы системы клиент запросил видеокарточку NVIDIA GTX 780 и легко обновляемую в дальнейшем платформу. Покупатель данного компьютера не является заядлым геймером, но тем не менее была просьба собрать мощную качественную систему, чтобы при желании можно было поиграться в любую современную игрушку. Ну а теперь давайте посмотрим из чего же состоит этот мощный, тихий и современный компьютер. Система собрана в качественном и красивом корпусе фирмы Fractal Design, модель ARC MIDI R2. Данная модель выпускается в двух версиях, первая модель и самая популярная это версия с боковым прозрачным окном. Но поскольку в системе установлена очень мощная карта с нереференсным охлаждением, мной был посоветован корпус в версии с боковым отверстием, для того чтобы видеокарта могла выбрасывать горячий воздух за пределы корпуса через боковую крышку. Fractal Design ARC MIDI R2 это качественный корпус с продуманной системой охлаждения, полностью защищен пылевыми фильтрами, а также с удобной сборкой. В корпусе предустановлено два тихих стасаркомиллиметровых вентилятора, один из них находится перед корзиной с жесткими дисками, которые обдувают их холодным воздухом, один на верхней крышке, который забирает горячий воздух и выбрасывает его за пределы корпуса, и один на задней стенке, который делает то же самое. Также здесь предусмотрено место для крепления еще трех ста сорокамиллиметровых вентиляторов, одного на передней стенке, одного сверху и одного на боковой стенке как раз для выдува горячего воздуха от видеокарты. К нами было дополнительно установлено два очень тихих и качественных вентилятора фирмы Nois Blocker модель Black Silent Pro Pk2. Это вентиляторы немецкого качества с запатентованными надежными и тихими подшипниками. В комплекте идут удлинители и антивибрационные крепления и прокладки, которые призваны еще больше уменьшить уровень шума. Один из вентиляторов был установлен на верхнюю крышку, дополнительно ко второму стандартному для выдува горячего воздуха от радиатора процессора. Второй вентилятор был установлен на боковую крышку и предназначен для забора горячего воздуха от видеокарты. Теперь давайте посмотрим на начинку этого современного компьютера. Как уже и сказал, данный компьютер основан на современной платформе с возможностью дальнейшего апгрейда. Козырем данной системы является новейшая материнская плата и процессор, которым еще нет даже и месяца. Система основывается на материнской плате ASUS Z97A с поддержкой процессоров Haswell, новейших процессоров Haswell Refresh, а также поддержкой процессоров Broadload. Главным мотором данной системы является новейший процессор Intel Core i7 4790. Как я уже и сказал, пользователь данной системы не является заядлым геймером и соответственно разгоном он также не занимается. Про данную материнскую плату я уже подробно рассказывал в одном из своих обзоров, поэтому если вы хотите узнать больше информации о данной материнской плате, перейдите по ссылке в описании. Про все новые процессоры и только готовящиеся к выходу я также рассказывал, ссылочка на видео также в описании. Перед вами готовая система в сборе. Система основывается на топовом современном процессоре Core i7 4790. Материнская плата ASUS Z97A поддерживает все современные процессоры Haswell, данный процессор Haswell Refresh, процессоры Devils Canyon, которые выйдут только летом и даже процессоры скорее всего Broadwell, которые неизвестно когда выйдут, именно это я имел в виду под возможностью дальнейшего апгрейда. В тандеме с топовым процессором Core i7 установлена мощная современная видеокарточка NVIDIA GeForce GTX 780 от компании Gigabyte с нереференственным улучшенным охлаждением. Фирма Gigabyte была выбрана не случайно, данная фирма предлагает за минимальную цену максимальное качество, именно поэтому была выбрана именно эта видеокарточка. Ее система охлаждения основывается таким образом, что весь горящий воздух выбрасывается в боковую стенку. Именно поэтому я порекомендовал взять корпус не с боковым окном, а с боковым отверстием для выброса горячего воздуха за пределы корпуса. Центральный процессор Intel Core i7 4790 охлаждается недорогим и очень тихим кулером SideKatana 4. Такой кулер в тандеме с такой же видеокарточкой, то есть SideKatana 4 и Gigabyte 780, получаются ну очень тихими и система получается просто бесшумной, проверена уже несколько раз. Цена такого кулера составляет всего около 1000 рублей и под таким кулером ваш процессор никогда не перегреется. Оперативная память в системе установлена от компании Crucial, модель Ballistics Tactical Tracer. Объем одной планки составляет 8 ГБ и частота 1600 МГц. Данная оперативная память была выбрана не из-за того, что она так красиво мигает зеленым цветом, а из-за того, что на момент продажи это было самое оптимальное решение с подобными характеристиками, а также самое оптимальное и доступное по цене. Таким образом, сэкономленные на памяти средства можно влить в видеокарту или улучшенное охлаждение для процессора. Охлаждение корпуса было улучшено, как я уже и сказал, было установлено два дополнительных и качественных вентилятора, но из блокер и передний вентилятор был переставлен таким образом, чтобы он попадал как раз на жесткие диски. А дисковая подсистема была основана на быстрых, надежных и современных накопителях. Так, например, в качестве SSD диска была установлена новейшая модель компании Plexer, модель M6S, которому на момент съемки данного видео не было еще и двух недель. Объем накопителя составляет 128 ГБ, этого вполне достаточно для установки системы, пары игр и некоторых программ. Для хранения файлов используется жесткий диск компании Western Digital серверного качества, объемом 3 ТБ, это модель Western Digital Red. Питание системой обеспечивает надежный блок питания EVJ, модель Supernova на 650 Вт. Фирма EVJ это американский бренд и у нас он не так известен, поэтому многие боятся его брать, но тем не менее в кругах людей интересующихся компьютерами эта фирма завоевывает все большую популярность и доверие, поскольку эти люди знают, что данная фирма не делает плохих продуктов. В данной системе для приема Wi-Fi сигнала и подключения к беспроводным сетям также установлен дополнительный Wi-Fi адаптер модель ASUS PCI-N15. Итак, что же мы имеем в итоге? У нас получился очень мощный, качественный, тихий и надежный компьютер. Да, он не дешевый, но грамотные люди знают, что за качество, надежность и мощь приходится платить. Если вы заядлый геймер и хотите играть во все современные игры на максимальных настройках, то такой сборки вам хватит как минимум на год, на полтора. А если вы не искушенный геймер и вам не нужны ультрамаксимальные настройки на 120 кадрах в секунду, то данной сборки вам хватит как минимум на 3-4 года. Данный компьютер был собран в интернет-магазине CompDate.ru. Если вы хотите заказать себе такое же, переходите на сайт магазина по ссылке в описании. Ну а у меня сегодня все, всем спасибо за внимание и пока!